Мы хотим поговорить о жизнеописании посланника Аллаха. Во-первых, какое постановление изучения Сиры посланника Аллаха? Шариатская постановка. Почему? Потому что в Сирии не все заложено, то есть именно Манхаджи, вопросы связанные с призывом. Да, я понял. Что ты говоришь? У нас свидетельство о Ашхаду Аля Али-Алихаллах, Ашхаду Амухаммаду Ассаллах. Поклонение не принимается, кроме как ты будешь искренним исследовать Суни Пророка Савады. Нужно узнать все о Пророке, как он поклонялся, как он был в своих отношениях, как и так далее, как спал, все о Пророке. Хорошо. И Yesterday. Правда, как stenchしますко? Установление любви Расхид Аркады Али-Алихаласаллах. Какое мнение? Правда? махаббата на весом ассалам а потом пророк саласом родители на уеку лазим на хаббан на бисы на лаву лысы и не актор мин минал вали день вактор минал нафс аксар мин куль махнук больше чем все творения лак и лая кинан текун махаббата на бисы салла ассалям мусора или махаббат или на нахну на хиббан на бисы салла ассалям лена ла амара бимах бати невозможно чтобы любовь посланник у алла ассалла алия сохран приравнилась к нашей любви наши любви к лаву Morrison почему потому что аллах а нулату приказал нам любить нашего посланник осаа – в реер salam алиху омен махаббата антотик л ayuda миссера надо махаббат аль начать инвестирование Ontario проявление любви посланник по лаву салла валя josem это чтобы мы изучали гусиру он говорит как ты так ты говоришь что ты любишь кого-то и ты не знаешь что есть ничего о нем Как ты будешь? Как ты можешь любить пророка, а он уже умер? Спасибо. Узнаю сиро, изучаю сиро. Да, это сиро. Все, все. Узнаю сиро. Призыв к сунне пророка, то есть, как мы говорили, изучать сунну, воплощать ее жизнь и призывать к ней. Узнаю сиро. Сиро хочет, чтобы каждый из вас упомянул что-то, что оставило отпечаток на сердце при изучении сиро пророка. Либо что-то знает о сиро посланника Аллаха. То, что есть мекканский период жизни пророка, а есть мединский период, его жизнь разная бывает. Я говорю, что он в Маке и в Мадине, и он говорит, что он в Маке, и он говорит, что он в Маке. Наталья с ней может сказать, что посланник Аллаху Алейхи Васселам сел, в первом периоде, в меканском периоде отношения посланника Аллаху Алейхи Васселам были с многобожниками, с мучриками. Но когда посланник Аллаха переселился, то его отношение было с другой категорией неверующих. Это мунафеки, лицемеры и это иудеи. Сейчас живет человек в стране неверующих. И человек, изучая эти периоды сиры, может узнать, как нужно или как человек должен иметь отношение с неверующим. Какое постановление того, что человек живет в стране неверия? Шейх говорит харам, без разногласий среди ученых. Кроме как ты будешь оставаться там для призыва к Аллаху. И это легко, говорит человек. Этот человек говорит, что я останусь, буду жить в стране куфра. Он говорит, что твое нахождение в стране куфра харам, пока ты не начнешь призывать людей к исламу. Это легко. Да. Так. Аль-на-гайру. Ха. Минассира. Да. То, что праук, саламу, даже находясь уже в предсмертном огоне, так скажем, незадолго до смерти, вставал и переживал за тавхид. То есть сказал, да проклянет Аллах яхудов и иудеев, которые взяли могилы своих пророков, мечетей. Переживал за тавхид. И поэтому, что наш призыв должен соответствовать призыву посланника Аллаха, салалаллаху, алей-васалям, поэтому должны изучать тавхид и призывать тавхид. Да. Кто еще? Да, праук, салаллаху, алей-васалям, был ранен в лицо, когда, ну, при битве, ухуд, и из-за того, что люди отклонились от его приказа. Когда люди отклонились от его приказа. Да. Хорошо. мусор хатта чуджан на бисер аллаху листана и дан от текун ахиа муха лафак я сера а лейла лакин туалет или шкалька бир для на халфа шар на хрос падера мустотану ты анна бисом на поэтому где мы стремимся насколько мы можем что повиноваться посланник вала саллаху алей вассалям так как небольшое отклонение от его пути салла валию сам от его приказа может привести к большим плачевным последствиям нам а айр а а насера и сиро и сиро и ансиро тонн без а вала шара санова то бисер аллаху листана лам ядро и ла и лето ухид сумма баады за лик форида форида алиссара ватен мавроза хамс облилево биталат синид на перед хиджрит три года перед хиджрит было установлено пятикратная мари только после это халь тарак аннабис салла осенном салла вахида разве оставил посланник аллах салла волью сам хотя бы одну молитву с тех времен как она была вменена на нет естественно до молился в джамаате салла волью сам дел и так далее вот первого и до последнего к мады факан анда на бисон ларисы сколько задач то есть сколько сколько то есть обязанности было у посланника лазерного камса тарик сколько сколько положение то есть что 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 с чем занимался послал варайся да вот сахар на правитель посланник алла и мама массит и маму альма алима 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 алим учитель я тела пола химин джибри при нем то есть не получает откровенно кинополу азер от дипа взят дохалия сайт на можно сказать что пророк салла волью сам был то есть выполнял должности министров министр обороны министр внутренний юраль на манеса вас обьян мальки бар осыра обучал все все категории людей то есть женщин стариков детей я фи хитма тарни айдан я козла николаса на волосы помогал дома и своей семье я не ходил вала и в куле а там обе ха сах вахеду все это делал один пророк салла вузы все эти должности и обязанностей он судья салла в сахар кайфа как пророк салла вольсу это выполнял самым совершенным образом разве можешь ты выполнить хоть одну из этих должностей так же как пополнял пророк салла невозможно и дан аллах субхану ате аля ваза фи хаятин на бису салла барака аллах субхану ате аля аллах субхану ате аля аллах субхану ниспослал барака то есть благо в жизнь пророк салла вау алиссалат уассалам кана ягни ябдил кульма ата аллаху ва фи ада хады аль махам аль ваза и посланник аллах салла лаку алиссалам прилагал все возможные усилия которые ему дал аллах субхану ате али чтобы чтобы полноценным образом выполнить эти задачи сахе и за нахну лабуд анна кум киам сахе и также и мы должны предлагать все усилия если человек что-то выполняет из этих задач то человек должен прилагать все усилия насколько на тайп халька на индон обе салла его селом я не бороду таруф были ли проблемы у посланника ласра лаван в его жизнь на на актер меньк однозначно больше чем у тебя воли дать имен родился сирот мать обога куб лан и улет отец его умир до того как родился пророк сома байдин у лид матта на ум потом после того как родился умерла естественно мать кана якфулю я не якум би аль нафака али и вы раяет и жаду был на попечении своего деда сома мать надо жаду на умир деда у камера фи кафарати амми буталя о том что на попечении своего дядя буталя мать аль Все дети пророка умерли при его жизни. Кроме Фатимы, Фатима умерла после смерти пророка приблизительно полгода после смерти. Причинили ему вред и всевозможное, как говорится. Кидали в него камни. Жители Таифа околдовали пророка. То, что вы знаете из Сира, что случилось. Оставил ли он призыв? То есть, были ли упущения у него в этом? Как было его состояние? Душевное. Оставил это, либо наоборот, это прибавило ему стремление бдительности. Вместе с этим посланник Аллаха, салаллаху, спокоен. Вместе со всеми этими проблемами и со всем этим вредом, которые причиняли ему неверующие. Не говорил, что я не могу, это тяжело и так далее. А ты что делаешь? Говорит, ничего не случилось с тобой, то, что случилось с посланником Аллаха. Даже малая часть. Что ты сделал для Ислама? Ты должен смотреть с этой стороны. Что делал посланник Аллаха, салаллаху. Ты должен что, рассчитывать сам себя? Потому что Аллах суHanaHuTa'ala,ués interviews может спросить об этом. Пороку, салаллаху, салаллаху, салаллаху. Аллах суHanaHuTa'ala в судный день тебя спросит об этом, пророки салаллаху. Отдал доверенный. Насах. Благоддин. Передал религию Аллаха, салаллаху. Ты скажешь, да. Тебя спросит Аллах, изучал ли ты Сунну, то есть воплотил ли ее в жизнь, призывал ли ты к Сунне пророка Сар-Аллаху. Три года объявили бойкот неверующим. Пророку Сар-Аллаху, ни торговли, ничего. То есть три года в Мекке. Ты можешь, может быть, не можешь выдержать три часа без того, чтобы не покушать, не попить. Посланник Аллаху Сар-Аллаху, три года. То есть не было в основном ни продуктов питания, ничего, ни еды, ни питья. Некоторые из приобретающих знаний говорят, мы не можем призывать к Аллаху Сар-Аллаху. Ты должен смотреть к Сар-Аллаху. Пророк Сар-Аллаху, ему была оказана помощь от Аллаха Субхану Аталя, его дуа принимала Сар-Аллаху Сар-Аллаху. И вместе с этим посланник Аллаху Сар-Аллаху 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 Сар Самое главное, как было душевное состояние посланника Аллаху, был счастливым и радостным. Еще что-то упоминайте. Невозможно, чтобы человек призывал к Аллаху, кроме как он будет призывать, будучи на пути пророка. Ихляс. Искренность. Знания шариатские. Хикма. Мудрость. Сабр. Терпение. Я знаю, что это, например, яхуды, это насрани, это мунафи. Каждый человек, призывающий, должен знать положение того, кого он призывает. И, то есть, призыв должен быть с каждым, кого ты призываешь, то есть, к нему должен быть особый подход. Относительно того, то есть, положение этого человека. Если это иудей, то есть, это если христианин, если это и атеисты. Когда он пришел к жителям Таифа, когда вот ангел пришел, когда его обидели уже, он как бы отказался наказывать. То есть, на то время, может быть, возможно, через какое-то время они уверуют. И через, ну, вот это, пусть у него вот это отношение. Когда он пришел к ним, и что призывал к ним, и что призывал к ним ислам. То есть, не сидел дома, послан Николаевский. Двигался постоянно, то есть. То есть, постоянно он ходил, то есть, он выходил с дайватом. То есть, у нас должно быть что? То есть, стремление, бдительность, движение.